всем привет небольшой вложек хотел бы снять хотел снять его на улице сегодня пройтись а валит снег аж прям пипец то пришлось сесть машину и так у меня сегодня два вопроса которых я хотел бы вам рассказать быстренько буду рассказывать чтобы не растягивать по поводу подогрева китайского который мне пришел и который мы тестировали с лёхой который не заработал все оказалось прозаически просто оказывается там не стоит терморегулятор и вот это вот подложка которая должна греть картер с маслом она нагревается вообще мгновенно даже вот лёха сейчас тестировал подключал дома даже вот эта бумага клейка которая приклеена она прям под подгорела черная стала и у нас получалось так что видно теплоотдача была очень низкая и нагревалась моментально и выключалась буквально через пять секунд и при этом не показывая что какую-то температуру ну там подымалась и включалась этот нагрев только через минут пять когда полностью остывал видать вот этот терморегулятор и потом тогда включалась и начинала греть снова все получилось так что лёха приехал домой он дал второй аккумулятор свой подцепил он сначала не понял он тоже включилась выключилась но пластинка вот это нагрелась потом уже начал копать дальше и вот это все получилось и нашлось я конечно сейчас не знаю тестировать не тестируете уже предложил легкий горлёх давай поставим на твою машину и потом протестируем но вот он думает не знаю записывать об этом видео не записывать потому что у меня в тестировании комментатор написал что уже два месяца использовать такой подогрев и в принципе доволен так что я весь в сомнениях пишите в комментариях и что-нибудь об этом подумаем и второй вопрос на сегодня меня очень часто спрашивают что с айфоном с айфоном слава богу все нормально конечно я сглупил когда там делал видео и когда открывал когда получал посылку я был в шоковом состоянии вообще-то думал нифига себе залет не посмотрел что это за газеты от кого от какого года но могу сказать одно что китайцы последнее время начали сильно халявить это отразилось на том что xiaomi но т3 редми но т3 было уже несколько около трех претендентов прецедентов на фу пыда это все описано что продавцы прям в наглую вталкивали газету журналы кому-то шоколадку или что-то там такое и потом говорили а мы все отправили типа все не знаю было ли это так же самое как у меня но у меня показала в любом случае на таможне разницу хотя может быть они отправили так меньше ну короче не знаю не знаю не знаю факт в том что деньги я вернул то есть я подождал когда посылка будет трекаться в сторону назад потому что я отказался от получения посылки ее упаковали и начали отправлять назад там какую-то проверку комиссию не знаю придут не придут бумаги с результатами это же все же написал вот я подождал когда посылка трекнется назад и написал продавцу открыл диспут и написал продавцу что так и так вот пришло не то приложил ему фотографии приложил видео даже это вот и на что он конечно первую неделю он там брыкался типа ничего не знаю тогда все не понимаю я я не знаю он китайский английский русский и все это все тому подобное но потом он не написал аки окей типа ничего страшного я за он пишет я типа посылку эту застраховал потому что я так понял что они почти все продавцы айфоны отправляем они фактически страхуют особенно такие более-менее новые и типа никаких проблем с возвратом денег и с возмещением ущерба у него не будет я такой расслабился думаю да супер все отлично и думаю сейчас буду ждать но тем не менее продавец диспут не подтверждал это все как-то тянулась 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 я потом начал напрягаться давай писать ему снова он меня игнорировал несколько дней потом написал ой да да типа ссори ссори и подтвердил диспут что возвращает кстати обязательно обязательно проверяйте если вам продавец типа не согласен он диспут ворачивает вашу сторону вы типа должны дополнить что-то там описать и в это время продавцы пишут что возврат например не полную сумму а там 10 долларов и вот на это нужно обращать внимание но тут такого не было и продавец подтвердил и все и буквально вот пару дней назад деньги вернулись отдал человеку эти деньги говорю ну будешь заказывать не будешь он такой подумал принципе нам немного на курсе он выиграл но экстренных ощущений таких экстремальных получил тоже адреналинчиков кровь так что вот такие вот дела ну вот мне redmi note 3 едет и я его хочу себе оставить поменять свой кулпад но заказывал я его если честно на тайне делал потому что последнее время что-то в алиэкспресс такие дорогие вещи страшновато покупать потому что на фопа да вот на общем большом ажиотаже в покупке сяоми redmi note 3 получилось так что сплыли некоторые такие факторы что продавец сами сами обманывают вкладывают какой-то товар или какую-то газету или что-то там подобное и и высылают получателю вот нашлось вот опубликовано три или четыре таких случаях а возможно их еще и больше потому что не все читают фопа да они все пишут потом в интернете а кто-то просто там офигел и ну и как бы с может быть даже смирился или начал выигрывать диспут точнее открывать и в итоге проиграл всякое бывает так что ладно с вами был сергей вот такой выходной выносной блок пошел я у меня заболела вся семья хотел сегодня начать варку пиво но скорее всего это буду делать на завтра но тоже под вопросом потому что сопли слюни и все тому подобное ладно с вами был сергей не болейте будьте здоровы покупайте аккуратнее получайте свои посылки пока